В Югорске готовятся к юбилею. В следующем году городу исполняется 30 лет. Тогда же муниципалитет отметит еще две круглые даты. Одна из них 70-летия 763-го истребительного авиационного полка, штаб-квартира которого вплоть до расформирования находилась в Югорске. Полк выполнял задачи противовоздушной обороны страны. Еще одно значимое событие, которое отпразднует город, 60-летие поселка Комсомольский. Во время онлайн-эфира с жителями мэр Андрей Бородкин объявил о старте проекта, посвященного трем круглым датам. Каждому предлагается подумать о том, каким он видит будущее своей малой родины и предложить идеи для городской идентичности и преображения муниципалитета. Я думаю, это интересная задача, которая позволит в дальнейшем завязать все мероприятия на эти изюминки, может быть, позволит увеличить туристический поток, может быть, позволит каждому горожанину города Югорска еще больше себя идентифицировать с городом. Может быть, благодаря проделанной работе, то, что в конце концов получится, мы с вами получим какой-то новый знак, новую эмблему города, которая позволит стать городу Югорску более узнаваемым и более популярным как среди городов округа, так и, может быть, всей России. Мне кажется, что у нас есть и ресурсы, и люди, и возможности культурный уровень Югорска повысить. Тут тоже не в сравнении дела, я бы сейчас сказал, до какого-то московского уровня, но дело-то не в Москве, не в Петербурге и не в каком-либо другом городе страны, потому что мы все равно должны, мне кажется, отыскивать некую самобытность этой территории и собственную личную самобытность, и не бояться ее.